Ауду биллахи мина шейтанирраджим, бисмиллахи ррахмани ррахим, вабихин астаин, вахваххиру насырин вамуин. Вассалату ассаламу аля саиду ламбия и валамурсалин, ва аля алихиттайбин аль-тахирин аль-масумин, ва ла анату ддаимату, ва ла адаихим аджмайин, и ла акиявм яуми ддин. Ассаламу алейкум арахматуллахи в баракату, дорогие братья и сестры. Продолжаем наше обсуждение, посвященное вопросу медиалогии. На прошлых занятиях мы говорили о знании Бога, и сегодня мы подведем итог. Коснемся только некоторых особенностей знания Бога, дабы не затягивать этот вопрос слишком долго. Итак, ранее мы говорили о том, что Бог обладает как посредственным познанием, так и непосредственным познанием. И когда мы говорим о посредственном познании, мы в первую очередь говорим о тех вещах, которые не существуют, которые не обладают бытием, потому что для непосредственного познания необходимо наличие, бытие и существование предмета познания. Это, во-первых, мы об этом говорили ранее. Во-вторых, все знания Бога являются очевидными для Него. То есть они не подвергаются сомнению для Бога. Они не являются результатом исследований, размышлений, поисков и так далее, как это бывает обычно в человеческом мире. Они являются очевидными, не имеющими начала, как и сам Бог, не имеющими причины. Это, во-вторых. В-третьих, мы это подчеркивали, что знание Бога безграничено, как и Он Сам, как и Его существование, как и Его могущество. И, наконец, знание Бога, в отличие от знания всех остальных, не имеет начала, не имеет причины. И, как следствие, является самодостаточным знанием, является свободным знанием. И это прекрасно понимается, когда мы говорим о человеке. Знание человека – это то, что даровано Богом. И не только человека. Все творения Бога знают ровно столько, сколько даровал им Бог, ни больше, ни меньше. И это невозможно для человека. Невозможно для творения обрести знание до тех пор, пока Всевышний не дарует ему эти знания. И на этом мы закончим с атрибутом знания и перейдем к третьему атрибуту, а именно к атрибуту жизни. И в данном вопросе, прежде всего, нам необходимо выяснить, что из себя представляет жизнь. Мы, когда разбирали знания, мы говорили о том, что знание – это вещь, это явление, это смысл, это понятие, которое известно каждому человеку. Каждый человек понимает, что мы имеем в виду, что мы хотим сказать, когда говорим «знание». Почему? Потому что каждый человек обладает знанием. Каждый человек в большей или меньшей степени знает что-либо. И поэтому прекрасно понимает, что значит знать что-либо. Точно так же обстоят дела и с жизнью. Каждый человек прекрасно понимает, что из себя представляет жизнь. Каковы его последствия. Почему? Потому что так же каждый человек является живым. Каждый человек обладает жизнью. И именно поэтому ему прекрасно понятно, что из себя это понятие представляет. Что мы подразумеваем под этим понятием. Хотя, конечно же, необходимо понимать, что все эти атрибуты – могущество, жизнь, знания – они, как мы говорили ранее и довольно-таки долго объясняли этот вопрос, они дифференцированы, как цвета. Например, как белый цвет. Белый цвет в своей белизне может быть разным. Хотя и то, и другое является белым. Точно так же и могущество. Могущество человека, могущество Бога. И то, и другое является могуществом, но безграничным, отличным друг от друга. Так же и со знанием, так же и с жизнью. И так же мы говорили, когда разъясняли знания, атрибут знания, говорили о том, что если мы попытаемся дать определение этому понятию знания, то мы только запутаем друг друга, только запутаем самих себя. Почему? Потому что нам прекрасно понятно, что из себя представляет знание. И то же самое можем повторить здесь, когда речь идет о жизни. Поэтому мы не будем давать определение жизни, так как каждый из нас так или иначе знает, что из себя представляет жизнь. Мы поговорим о последствиях жизни. Ранние мусульманские мыслители и ученые считали, что... Некоторые, по крайней мере, считали, что следствием жизни являются два фактора. Две вещи свидетельствуют о наличии жизни. Если хотите, можно так выразиться. То есть есть две особенности, которые наличствуют о наличии жизни. Во-первых, это знание и могущество. Могущество и знание. То есть каждый, кто обладает знанием и могуществом, могуществом в том значении, которое мы разъяснили. То есть каждый, кто является добровольной причиной, и каждый, кто обладает знанием, является живым. Это следствие жизни, следствие наличия жизни. Именно поэтому мы разбираем этот атрибут после этих двух атрибутов. Хотя в какой-то мере, наверное, предпочтительнее было бы разобрать сначала жизнь и только потом могущество и знание. Почему? Потому что все-таки могущество и знание аналитически являются следствиями этих... следствиями жизни, следствиями этого атрибута. Итак, это одна точка зрения. Одна точка зрения, которая гласит о том, что признаком жизни является добровольная причинность и знание. Но существует и альтернативная точка зрения, согласно которому для жизни достаточно одного могущества. То есть если есть могущество, то есть если кто-то или что-то является добровольной причиной, то значит обладает жизнью. Но в наличии знания нет никакой необходимости. Почему? Потому что есть вещи, которые обладают знанием, но не обладают жизнью, не являются живыми. И для нас это вполне очевидно. И в этих своих убеждениях они ссылаются на откровение. Они говорят о том, что невозможно познать это, невозможно постичь это своим умом. И только откровение говорит нам об этом. Говорит о том, что неживое обладает знанием. Например, ссылаются на следующие аяты. Нет ничего, что не восхваляло бы, не славило бы Бога восхвалением. Но вы не понимаете их восхвалений. Вы не понимаете их прославления. Разум подсказывает, что для того, чтобы славить, восхвалять, необходимо обладать знанием. В этом аяте говорится, что все, совершенно все славит Бога восхвалением. Значит, все совершенно обладает знанием. Даже то, что жизнью не обладает. Все, что существует, обладает знанием, даже если оно не является живым. Например, камень. Или же другой аят. Таких аятов довольно-таки много. «Восхваляет, славит Его все, что на небесах и на земле». Опять-таки, этот аят означает ровно то же, что и предыдущий аят. О том, что все без исключения, даже то, что не обладает жизнью, восхваляет Бога. И восхваление требует наличия знания. Таким образом, эта группа утверждает, что единственным признаком наличия жизни является могущество, а не знание. Потому что знания наличествуют и у неживых. Хотя мы можем и не понимать, каким образом камень обладает знанием и так далее. Таким образом, знание определяется только через могущество, то есть через добровольную причинность. То есть жизнь обладает только то, что может быть причиной, при этом быть причиной добровольной, а не вынужденной, как огонь. И таким образом мы определяем через этот признак, через наличие или отсутствие могущества, мы определяем, есть у того или иного существа жизнь или нету жизни. Итак, нам также необходимо рассмотреть доказательства и доводы жизни. Но сегодняшнее наше занятие подошло к концу, я поэтому прощаюсь с вами и продолжим данное обсуждение на следующем уроке. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.